Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам хороший бой на тяжёлом британском танке Кэр Нарван. И этот танк на самом деле редко нагибает, ну по крайней мере, реплеев таких вот хороших с нагибом я крайне редко видел на этом танке. И вот сейчас решил показать всё-таки нагиб на этом британце, чтобы было понятно, на что он вообще способен. Хотя, кто его проходил, так прекрасно знает плюсы и минусы этого танка. Итак, бой произошёл на Заполярье. Игрок с ником ООО Санёк ООО. Вот такой вот ник, но я буду просто назвать Санёк. И вначале он просто встал тут и стреляет по Як-Пантере. Вниз он не стал съезжать, и это, наверное, спасло его, так как там явно союзники сливаются. Ну и никаких шансов внизу на выживание просто нету. Поэтому наш КН решает тут немножечко подождать. Высовывается там как раз противник на СУ-101, и можно попробовать его пробить. В принципе, у этого британского танка весьма точные ДПМные орудия с хорошим пробитием. Единственный, наверное, большой недостаток этого орудия – это не очень большая альфа. Но это, так скажем, на вкус больше. То есть кому-то ДПМ нравится, а кому-то альфа. И начинает Санёк разбирать Сушку. А также японский тяжёлый танк ОНИ. Ну и, в принципе, как вы можете видеть, вполне хорошо пробивается Японец без особых проблем. Ну, конечно, тут пробитие замечательное – 226, поэтому такие танки, даже несмотря на их бронирование, неплохо пробиваются. Ну вот, абсолютно все союзники послевались. Внизу довольно распространённая ситуация на этой карте. И Санёк занимает тут позицию, встречает ИС-3, начинает его разбирать. Противник подъезжает ближе, получается снова его пробить. И тут, конечно, без шансов просто ИС-3 высунулся, так как ДПМ у британца весьма хороший. Он просто усилит с дамагом ИС-3 и разбирает его. Но в итоге устраняет одного из самых опасных неприятелей. А также высовывается КВ-3. Думаю, что он умнее, чем ИС-3, но он также совершенно бесполезно сливается. Ну и теперь нужно расправиться с этим ОНИ. Но есть одна проблемка. Конечно, японец пробивается вполне неплохо, но он стреляет фугасами и броня уже Каэр Нарвана тут не спасает. Ну, потому как есть неплохая броня у этого танка в башне. Ну, у него есть и уязвимые места, но не все по ним стреляют. Чаще всего противники стреляют как-то на бум по стандартным местам и могут не пробить. Ну и далее игрок заряжает подкалиберные снаряды. Видимо, старается побыстрее забрать ОНИ, ну и уничтожает его в итоге. Ну, а рано радоваться, еще куча противников осталась. Вот светится на СУ-122-44 и, учитывая, что контузии наводчика, теперь, в общем-то, не такое уж орудие и быстрое по сведению. Ну и игрок пока что не покидает своих позиций. Довольно странно, что ему не накидывает артиллерия Буратос. Хотя, насколько я знаю, тут открытая местность и арта должна прострелить. Ну, может быть, она где-то стоит в таком месте, что тут не достает. Ну, сложно сказать. Засвечиваются еще два противника Т-34-85, а также ЭЦМ-50 тонн. Конечно, ЭЦМ в первую очередь нужно забрать. Ну и, кроме того, там еще и ПТ-САУТа 25 на 2. Ну и, как вы могли видеть, все-таки арта выстрелила, промазала. Значит, она может тут частично доставать. Помогает немножечко союзник. Наш турер и миды уничтожает он ПТ-САУТ и пытается Санек попасть. Все-таки по этому ЭЦМу с контуженным наводчиком, конечно, сделать это сложнее. Но все-таки удается разобраться с противником. Арта снова мажет. СУ-101 сама подставляется. И британница ее уничтожает. Ну и далее нужно еще разобраться с Т-34-85. Противник тоже совершенно бесполезно сливается. И где-то еще тут должен быть ИС. Вот он засвечивается со стороны базы. Конечно, лучше разобрать его по пути, пока он едет. Потому что с близкой дистанции ИС все-таки может пробить. Особенно если он зарядит голдовый снаряд. И вот противник уже слишком близко. Приходится в ближнем бою с ним сражаться. К счастью, ИС не пробивает. И начинает он таранить. И далее начинают оба этих игрока клинчеваться. Но в клинче британец вполне неплохо, как оказалось, себя реализует. ИС пробить не может. Хотя довольно странно, как он там стреляет. Если бы он был поумнее, постреловей, то он, конечно, бы выцелил уязвимые зоны. Но вместо этого он стрелял на бум. Ну и из-за этого слился. Ну и теперь осталось разобраться с артой. Пока игрок ее ищет, я скажу пару своих слов об этой ветке. Лично мое мнение, стоит ли ее качать. Я считаю, что ветка интересная. И лично я буду ее продолжать качать. Ну, много у меня веток просто сейчас прокачивается. Поэтому я не успеваю все. Но топовые тяжелые танки 10 уровня, да и на 9 уровне тоже хороший танк. Ну, десятка действительно стоит того, чтобы ее прокачать. Потому что это великолепный тяжелый танк с отличным орудием, с хорошей подвижностью. И вообще он может тащить. Если Т110Е5 по нерфе, то выбор будет очевиден, что качат. И так засвечивается тут арта. Она смотрит в другую сторону. Игрок мажет, но арта все равно медленно очень поворачивается. И может быть даже она специально так подставлялась. Но в любом случае британец уже без проблем с ней расправляется и побеждает в этом бою. И так, медаль Колобанова, медаль Редли Волтерса, Спартанец, основной калибр и воин. 6912 урона игрок нанес, 9 танков он уничтожил, 1890 урона вытанковал и 2797 опыта получил. Довольно таки интересный бой. Надеюсь он вам понравился. Спасибо друзья за просмотр. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока.